еще раз всем добрый вечер добро пожаловать на одиннадцатое занятие разборов кейсов вот давайте для разнообразия хочу реализовать себя получить признание но нутром понимаю что это мне не надо но все равно иду той же дорогой давайте мужчину послушаем мужской кейс редкое явление но тема признания она такая популярная мужских мужских кейсах александр позвонить алло здрасьте здрасьте александр слышно видно сейчас я с комнатой разберусь так все закрыл комнату алло нормально меня слышно не фонит да прекрасно не фонит здравствуйте алексей здравствуйте все присутствующие знаете написал вот это вот и калашматит сильно сердце стучится очень потому что кажется что сейчас вот скроем то что очень сильно и больно ударить но видимо потому что есть что вскрывать да вот как бы есть ощущение потому что писал то что говорили разбирал думал осознавал что-то какие-то вопросы удалось решить да самостоятельно осознав разобрав писал но вот этот вопрос как-то вылез долго назревал вот были самостоятельно вот не знаю думал сначала что что-то с отцом у меня что я ему что-то хочу доказать не могу понять потому что принципе с отцом вроде хорошие отношения ничего не доказать не хочу но расскажите про это ощущение про реализацию и про признание хочется сделать какой-то профессионально профессиональном смысле этого слова допустим в работе если брать то вот где-то 12-15 лет жизни наверное трудовой ушел на то чтобы было желание сделать что-то такое великое чтобы люди тебя сказали много хорошего сделал для нас для города что это для вас означает как сказать для меня это означает что жизнь прожита не зря говоря что и что у вас сделал делал все правильно сделал хорошие люди хорошие и в этом аспекте все очень часто шел в разрез с интересом семьи потому что вот когда за хорошо что он дает то что вы делаете хорошие люди дает спокойствие и неприятно на душе когда я вижу что люди получили добро теперь представьте себе что вы не реализовали себя и вы бесполезны для общества ваши мысли о себе ну значит что-то делал не так ну не реализовал значит не использовал какой-то шанс это понятно а мысли о себе какие раньше может быть и были понимание о том что плохой но сейчас нет понимания о том что плохой не реализовал не реализовал ну хреново хреново что не сделал хорошо почему так сложились обстоятельства значит что-то не додумал что-то не знал что-то не видел что-то не прочитал кого-то не послушал как правильно было сделать чем-то не разобрался не той дорогой шел не тех товарищей выбрал по пути то есть задача все таки стоит во что бы то ни стало сделать так чтобы все таки быть для людей полезными полезными а как выглядит эта форма пользы вот для вас идеальная вот история что вот весь город придет к вам и покланяться в ноги со словами Саша вы для нас полезны вот что для вас является обратной связью ну что вы понимаете вот свой чужой вот сделал польза не сделал не пользу знаете как вот здесь идеально как бы на самом деле не понравилось как главный герой бездна на заречной улице сказал хочется чтобы фамилия зазвучала вот так то есть фамилия зазвучала нет вот все сейчас какими-то огородами я спросил конкретику как конкретно вы будете интерпретировать что вы полезны слово фамилия зазвучала это абстракция конкретно вот например вадим вадимович путин говорит я отталкиваюсь от того что я делаю и так далее и тому подобное потому что у меня есть статистика и опрос как бы мне хотелось обидеть результат своей реализации нет как как вы интерпретируете результат как как когда я пойму что я сам реализовался да как вы понимаете что вы полезны вот как вы понимаете что вы полезны и как вы понимаете что вы не полезны например Например, еще раз говорю. Вот Вадим Вадимович… Когда я вижу, что людям хорошо от того, что я делаю. А с чего вы взяли, что вы видите, что им хорошо? Даже если они не знают, что это все-таки делал я. А с чего вы взяли, что им хорошо? Как это конкретно выглядит? Люди улыбаются. Людям хорошо. Люди могут улыбаться по разным причинам, когда им кажется хорошо. Людям стало легче. Откуда вы это знаете? Не знаю. Ну, как сказать. Ну, когда человеку легко, ему легко это видно. Нет, это бред полный. Нет такого понятия легко. Еще раз говорю, как это выглядит на планете. Вам приносят статистику. И говорят, что по всем регионам вот такая вот статистика. Большинство людей 75-85 процентов довольны теми действиями, которые вы делаете. Конечно, много недовольных и есть чего менять, но в целом вас поддерживают. Это есть обратная связь или нет? Это есть. У нас было здесь. Подожди. Не уходи в сторону. Слушайте меня внимательно. Вот это конкретика. Все, что вы сейчас сказали, это полное фуфло, толкаемое в воздух. Фамилия зазвучала. Я чувствую, что им нравится. Это все ваши иллюзии. И еще раз задаю вопрос. Как вы, я сейчас объясню подоплеку, почему я к этому подвожу. Как вы считываете, где вы полезны, а где вы не полезны, если при этом люди вам об этом не говорят? Тогда нигде. Тогда, наверное, хочется, чтобы пожали руку, похлопали по плечу и сказали, Саша, молодец. И вот здесь как раз открывается корень вашей терапии. Да. Что на самом деле вы пытаетесь решить уравнение с неизведанными данными. И всю свою жизнь тратите на то, чтобы решить уравнение реакции с неизвестными реактивами. У вас нету конкретики, что является финалом и как этот финал выглядит. Это называется, я лезу хер знает на какую гору, хер знает где эта гора и хер знает куда вообще я прилезу. И самое забавное, я не знаю как выглядит эта гора и как выглядит самая главная конечная точка. Когда спортсмен бежит, например, 100 метров или 400, он знает, что есть черта, под которой называется финиш. И он знает, что есть секундомер, который определяет его результат. У вас нет ни черты, ни секундомера. Просто я бегу. Неизвестно куда, неизвестно зачем. Я бегу, чтобы выиграть. Вот так вы делаете. Я просто бегу. Но у вас нету конкретики, что является. У вас есть некая философия пользы, некая философия фамилия зазвучала. Но как это конкретно выглядит, у вас этого нет. Ну например, один мой клиент построил мечеть в своей деревне. Он руководствовался примерно той же историей, но для него была конкретика. Он говорит, у меня есть небольшая деревушка такого, поселок городского типа в одной республике, и я очень хотел построить небольшую мечеть для жителей, полностью профинансировав это. И он это сделал. И для него это является обратной связью, потому что все жители этого поселка знают, кто ее построил, и ему очень благодарны. Вот это хотя бы конкретика. В вашем случае все ваши результаты обнуляются в принципе, потому что нету конкретики. То есть вы просто как мельница в воду просто что-то вот кидаете со словами, я хочу быть полезным, я хочу быть полезным, я хочу быть полезным. И сами как-то себе придумали, где вы полезный, а где вы не полезный. Причем вам об этом не сказали. Там где вы считаете, что вы полезны, на самом деле это может быть не так. И людям это вообще нафиг не надо. То, что они улыбнулись вовсе не факт. Там где вы считали, что это абсолютная бесполезность, на самом деле людям это помогло. Но у вас нет критериев идентификации хотя-бы. Вы сами себе придумали какие-то критерии, которые даже еще и в половине случаев озвучить не можете, потому что в половине случаев они иллюзорны. Это первая ошибка, которая очень торчит на поверхности. Но и фундаментальная ошибка – это что вообще это за история? Эта история растет из транзактного анализа под названием посыл. Я имею право быть только при определенном условии пользы и нужности. Вот если у меня есть польза и нужность, тогда я имею право быть. Если у меня пользы и нужности нету, тогда я права быть не имею. И если эта философия еще подкрепляется некоторым абстрактным мерным процессом, то жизнь человека превращается в одну сплошную хаотичную мельницу с нулевым КПД, как паровоз. Кидаем огромное количество угля, КПД самое маленькое. Как вы знаете, паровоз с самой низкой КПД имеет. А энергии потребляет огромное количество. Поэтому вот ваша и проблема в том, судя по всему, что вы тратите огромное количество энергии, пытаясь вот эту вселенскую историю про пользу реализовать, но конкретики нет. У меня к вам вопрос философский. А зачем вам доказывать, что вы имеете право быть вообще на земле? Почему не быть просто по факту быть? Почему надо доказывать? Почему надо зарабатывать право на жизнь, Саш? А вы, по большому счету, зарабатываете право на существование. Потому что, а зачем тогда быть, если ничего не делать, если ничего не создавать, если не быть созидателем? Ну это понятно. А могло бы такое случиться, что вот у меня была цель, она была стать руководителем. Но там меня так случилось, что там я не стал руководителем. То есть я потерял там цель. И как бы меня это сильно тогда подкосило, подбило, потому что долго к этому шел, но все равно этот пирожок не дали. И получается на тот момент, после этого началась вот эта вот проблема, то, что я потерял цель. Вот теперь, то я знал, куда я бегу на тот момент. У вас с того момента, скорее всего, началось невротическое обострение. Потому что то, что вы не реализовались тем самым директором, это с этого момента началась история, где вы сначала поставили себе цель стать директором, потому что якобы это интерпретировало вашу функцию и миссию в жизни. То есть вы говорите, на планете есть одна гора. На планете Земля, в Солнечной системе, есть только одна гора. Это директор той организации, которой я хотел быть. Если я на эту гору залезу, то я имею право быть, я полезный, я клевый чувак. Да. Но по стечению обстоятельств вам на эту гору залезть не дали. Вы сели под гору и сказали, ну всё. А теперь я боюсь лезть на гору, потому что ставить себе цель, потому что я боюсь, что если я поставлю себе эту цель, то я могу опять слететь и опять потратить время впустую. Поэтому получается, сейчас одновременно лезу на 3-4 горы, либо вообще сижу внизу и сижу в грушу. Но лезьте на здоровье, кто вам мешает? А страх мешает, что не дадут пирожок опять, не дадут залезть на эту гору. Но не дадут на эту, полезть на другую. В этом и есть смысл вашей жизни. Никто не говорил, что вам надо, что на все горы, на которые вы полезете, вы должны залезть. Смысл жизни в процессе покорения горы. У кого-то получится, он гору покорит и полезет дальше. А у кого-то не получится на этой горе, он скатится, отряхнётся, залежет рано, полезет на другую гору. Горе тем людям, которые не могут понять, что смысл это в движении, а не в том, чтобы залезть. Смысл в том, чтобы лезть. Конечно. Смысл в том, чтобы пробовать и лезть. Вот в чём смысл. А вот те люди, которые считают смыслом залезть, у них два варианта в этой жизни. Либо они скатятся и превращаются в унылое говно и дерьмо, депрессию, либо они залезают, и там начинают грустить со словами, ну и чё? То есть, если бы вы тогда стали директором, вы бы через два года опять бы чувствовали себя унылым говном, потому что, ну да, директор, ну и чё? Но я же всё равно недостаточно полезен. Нет предела совершенства. Там вообще не про совершенство. Ну да, а то потом бы не хватало уже того, что залез на гору, получается. Совершенно верно. Поэтому я хочу вам всем, вот Саш, вам и всем нашим зрителям объяснить, что смысл жизни в процессе движения, а не в процессе залезания. Конечно, есть кайф, когда вы залезаете на ту гору, и есть кайф, когда вы приближаетесь к вершине и всё-таки до неё долезаете. Но долго кайфовать на вершине не получится. Надо лезть дальше. И если вы полезли и скатились, это абсолютно нормально. Вы просто отряхнулись, полезли дальше. Скатились, отряхнулись, полезли дальше. Где-то залезли. Где-то подучились, как лезли на прошлой. На прошлой горе у меня не получилось, потому что я не знал, как правильно перехватывать вот так. Окей, хорошо. Я не получил залезть. Окей, давай сейчас попробуем по-другому. По-другому попробовали. Ага, не получается. Давай попробуем гору другую взять. Может быть, там есть какие-то другие условия. попробовали другой это и есть ваша жизнь ваша жизнь это просто попытки и просто действия они 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 всегда залезание то есть женщина или мужчина могут вообще всю жизнь искать себе спутника жизни в процессе не надо нету смысла в том что я нашел одного единственного и вот я с ним не всегда это так есть люди которые так поступают они нашли эту гору и они вот с ней в обнимку многие люди выбирают просто кайфовать по жизни они не знают как она будет дальше то же самое касается работы профессии и так далее я не исключаю что я вообще закончу скоро заниматься неврозами потому что я залез на эту гору а может быть такая ситуация я себя обеспечил персональными занятиями на всю жизнь вперед то есть если бы я сейчас открыл бы вот всю историю про персоналки у меня был бы записан каждый день очно в москве и каждый день по скайпу и я бы занимался этим десятилетиями я знаю прекрасно и это подтверждено статистикой что я обеспечил себе безбедную старость на многие десятилетия вперед хронические имея пациентов хочу ли я этого нет не хочу мне скучно поэтому я все время видите что-то делаю я все время что-то придумываю как и все люди которые имеют специфическое мышление к развитию им скучно на горе а есть люди которые хотят просто забраться и посидеть но они соскучатся они начинают депрессировать да продолжите что вы имеете ввиду а может быть такое что я на горе но не вижу этого не знаю может стоит посмотреть по сторонам может на какую-то гору я и залез не хочу там сидеть на этой горе покайфовать у вас проблема не в том что вы залезли или в том что вы не залезли у вас проблема в том что вы считаете что ваш смысл это польза я вернусь все таки к тому вопросу почему вы должны вы на него не ответили вы просто философскую философию ответили на философский вопрос философским изречением так я еще раз давайте его повторю почему вы должны зарабатывать право на существование Потому, что если я ничего не буду делать, если я ничего не буду создавать, я тогда не нужен сам себе, мне скучно ничего не делать, я должен быть постоянно в движении, я должен что-то создавать, у меня 3-4 занятости, которыми я занимаюсь. Вот это как раз и есть ваше убеждение, которое питает корневую систему вашего невроза, я должен что-то делать, иначе я бесполезен, а если я бесполезен, то я не имею права быть. Это и есть фундаментальное, базовое, глубокое убеждение. Потому, что нет, вот я хочу, чтобы вы поняли, слушайте меня внимательно, нет ничего плохого в том, чтобы быть занятым. Вот я, например, все время занятой, 7 дней в неделю, много лет подряд. Я постоянно занятой, и многие мои знакомые из специфической сферы тоже постоянно в движении, они постоянно чем-то заняты. Но разница между нами и вами, Саша, заключается в одном, том, что я могу вообще ничего не делать, и я не считаю, что я бесполезное дерьмо и чмо, которое должно что-то делать. делать. Я могу вообще две недели просто лежать на лежаке на берегу океана и вообще ничего не делать. Трубку не брать, на почту не отвечать, и вообще ничего не делать. Потому, что я имею право быть такой, какой я есть. А в вашем случае, конечно, я потом приеду, начну что-то делать, потом опять уеду и не буду ничего делать. Потому, что смысл моего жизни в движении, как и в вашем, но разница между моим движением и вашим движением в том, что выпрыгнуть из этого движения не способны. Дети вырастут, надеюсь, вы выпрыгнули. Вот это самая большая иллюзия, что когда дети вырастут, вы, скорее всего, уже умрете. Есть такой вариант. И ваша терапия заключается в том, чтобы научиться выпрыгивать. Нет ничего плохого в движении, в достижении целей, но надо уметь выпрыгивать. А чтобы выпрыгивать, надо дать себе право быть в состоянии бездействия. Потому, что у вас есть фундаментальный стержень, на который, простите, вы на эту елку сели одним местом и слезть с нее не можете по известным причинам. Потому, что елка растет вниз, и если вы сели сверху, то все движение обратно создает болевые ощущения. И елка, на которой вы сидите, это ваше убеждение, что вы должны постоянно что-то делать, чтобы быть. Потому, что если вы ничего не делаете, то смысла нет никакого. Это, знаете, у меня был пациент, вы что-то мне его сейчас напомнили, несколько лет назад, неврастенник, конечно же, он прилетал в Турцию раз в год с женой и с ребенком. И он через день уже работал аниматором. Понимаете? Хотел быть и там полезным. Конечно. Он уже через день влился в анимационную команду, он каждый день им помогал, он разносил инвентарь, он рисовал что-то, он участвовал в каких-то спектаклях. Его, конечно, провожали и любили всем отелем. Но пойди, бесплатно, помощник хороший, еще активный, потому что все аниматоры задолбались, хотели отдохнуть, вот невротика привезли, вот, пожалуйста, он там за троих херачил. Прекрасная история. Вопрос только в том, что его к этому подбивало. А подбивало его то, что он говорит, я когда через день приехал, я понял, что если я сейчас буду просто лежать, есть и отдыхать, я буду чувствовать себя полным ничтожеством. Вот это ваша история. И этот кейс очень-очень важный для огромного количества людей. Потому что это вообще болезнь, очень популярная. Не только в мегаполисах, но и вообще в мире. Я хочу вам всем объяснить, что смысл, да, это пробовать лезть, можно скатиться и идти дальше. Но не смысл в том, чтобы не останавливаться. Пожалуйста, остановитесь. Например, вы полезны на какую-то гору, скатились, полезны на вторую, скатились, полезны на третью, скатились. Но возьми паузу. Возьми паузу, подумай, что за горы, в чем ошибка. А может быть вообще стоит направление поменять, может быть горы другие выбрать, может пониже, может другой материал. Но здесь, может быть, надо просто найти человека, который тебе может помочь на эту гору всходить. Может, ты просто не умеешь передвигать ногами, руками. Но в любом случае, если даже вы лезете, вы говорите, слушай, что ты его томился лезть? Я пойду-ка и отдохну. Нет, ты не можешь отдыхать, потому что ты должен лезть, иначе ты бесполезный. Нет, вот это проблема. Я еще раз говорю, я не исключаю, что я вообще когда-то закончу заниматься неврозами, так или иначе. Потому что для меня самая большая беда – это залезть на эту гору, сесть на нее и сказать, ну, вот он я. Я начинаю себя чувствовать, как, знаете, как папа, который сидит в детском саду на детском стуле, на утреннике. Вот мне дали маленький детский стульчик, я сижу на утреннике и хлопаю, как дети ходят, водят хороводы. Вот примерно так это выглядит сейчас. Стульчик маловато. И я знаю, что я могу сделать в разы больше. Я знаю, что есть горы, на которые я могу залезть еще лучше и еще качественнее. Но в то же время, Саш, я весь январь вообще не буду вести ни одного занятия. Мне надо научиться отдыхать, быть бесполезным и воспринимать это так, как это есть. Верно. Вот я весь январь буду лежать, грубо говоря, в одном месте и буду просто думать, читать, спать, есть, отдыхать. Творческая лень. Она вообще даже не творческая лень. Это просто наслаждение жизни. Это есть мой путь. Я полез на гору отдыха. Я залез, передо мной пальма, океан, волны и серфинг. Это моя жизнь. Это такая гора. Называется отдых. Конечно, это смена деятельности под названием «Другая гора». Я лез весь 17-й год на такую-то гору, на такую-то. Я сейчас спустился и залез на холмик под названием серфинг. Я буду весь месяц заниматься серфингом, потому что хочу другие навыки. Потом я летом буду заниматься гольфом, например. И я знаю, что у меня в планах на 18-й год такие-то, такие-то горы. И я знаю, что у меня есть план, как я на эти горы полезу. Конечно, в январе я там попланирую, пореализую какие-то вещи, как я полезу на какие горы, но там их несколько, этих гор. Потом я в феврале начну заново лезть на новые горы. А не танцевать на старой горе со словами «Я здесь уже много лет». Ну, неприкольно. Ну, неприкольно вообще. Рассказывать всем в Ютьюбе, что вы не умрете от панических атак, но это папа на детском утреннике на стуле. У нас есть много детей, которые вам прекрасно про это расскажут. Что думаешь по поводу отдыха, Саш? И что история за история? Ну, если хочешь чуть-чуть поглубже? Хочу. Ведь это же стратегия, она не просто же так. Я имею право быть, только если я полезный. Она же взята маленьким Сашей в юности. Ведь маленького Саша должен был с интерпретировать это к 12 годам. И уже к 12-15 годам у него уже была чётко сформулированная философия о том, что такое польза, что такое не польза, и какое нормальное, и какое ненормальное. То есть, должно было быть детство, где должны были сформироваться условия, при которых он может быть. Что это было за детство, и что это были за условия? Не поделитесь? Да, с удовольствием. Только помогите, направьте. Да нормальное детство, как и обычное. Я не говорю, что оно ненормальное. Не просто интересная деталь. Квартира, с квартиры, стройка, дом. Ну, давайте я хорошо, я понял, давайте я... Строили, родители строили. Моё детство, там, в 10-12 лет, это стройка дома была, в которой мы были все записывали. Надо было помогать, носить керпичи, там, что-то, ну, по мере сил, допустим. Стоп, 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 стоп. Родители были строителями? Нет, родители не были строителями, дом свой строили. Родители занимались развивающимися. Стоп, 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 стоп. Родители строили дом, сколько вам было лет? Да вот... Сейчас скажу. Ну, где-то лет 10, наверное. 10-11. Какое вы участие принимали? Ты какой? Помогал, как мог. Что делал, что просили. А кто ещё принимал участие в строительстве? Отец, старший брат. Отец, старший брат? Мать, родственники. То есть, все с семьёй строили? Ну, практически, да. То есть, по большому счёту, у вас не было шанса не строить? Почему? Вон, речка, пошёл, веком, рыбалит. Ну, вы, когда строили дом, смысл в чём был? Ответственность была какая? Не знаю. Тогда мне-то не доходило, честно говоря, за ответственность. Тогда вот тебе сказали, приходи и помогай. А если бы вам сказали, приходи, помогай, а вы не пришли? Да, вы знаете, ничего бы, наверное, не было. Отец, как бы, спасибо, поддерживал в том плане моих, но что он никогда сильно не ругал ни за что, за правильности. Но вы бы как отнеслись, если бы вас отец позвонил, попросил бы помочь, а вы бы не пошли? Да, ладно. Вот здесь, наверное, всё-таки плохо, потому что не сделал то, что попросили, потому что тогда им тяжело без меня. Если я не пришёл помогать, им без меня тяжело, им это сделать сложнее. Понял? Нет. Им без меня тяжело. Да, им без меня тяжело. То же самое ты мне сказал несколько минут назад, когда про социум говорил. То есть людям без меня тяжело. Ага. Я им нужен, потому что им без меня тяжело. Да им по барабану как. Со мной или без меня. Вот сейчас понял, что это иллюзия? Ну, как бы, да. То есть это было убеждение скрытое, которое я не видел, собственно говоря. Верно. Им без меня тяжело. Вот что маленький мальчик в себе в голову залез. Завёз. И потом этот маленький мальчик взял это как стратегию. Он даже этого уже не считывал. Им без меня тяжело, надо помочь. Им без меня тяжело, надо помочь. Но это заполировалось в психику. И это и толкает постоянно что-то делать, потому что им без меня тяжело. И если я сижу ничего не делаю, им тяжело без меня. Значит, я плохой. Поэтому надо что-то делать. Поэтому все миссии, которые вы выполняете, это облегчит жизнь кому-то. Так ведь? У меня была ситуация такая, я поругался с родственником. Не общался с ним, не общаюсь с ним до сих пор. Но когда я узнал о том, что ему нужна физическая помощь, там что-то перенести, потому что перенесли много строительных материалов, у меня был такой порыв, что надо подорваться, пойти ему помочь, ни хрена с ним не разговаривать там, но пойти ему помочь, перенести, чтобы помочь. Чтобы ему помочь. Понял? Я понял. Что понял? А, что стратегия неправильная была. Что надо о себе думать. И ты только что себе это доказал, когда ты даже поругался с родственником, но как только ситуация влетела в ту самую историю про помощь, про тяжело, сразу пошла стандартная работа психики. Несмотря на объективные там какие-то обстоятельства. Вот сейчас понятно, в чем там внутренняя философия? Понятно. Более-менее. Надо еще время, чтобы осознать это все до конца. Во-первых, нужно время, во-вторых, ты теперь уже, вы будете уже осознавать эти вещи, и дальше сейчас надо это дальше вытаскивать в поле осознанности. Что я сейчас хочу это сделать, потому что я считаю, что им без меня тяжело. И надо научиться прояснять это по факту. Ребята, вы без меня справитесь? Да. И не делать. Или я хочу вам помочь. Вам без меня, наверное, тяжело. Саш, то есть, что ты взял, что нам без тебя тяжело? Нам хорошо без тебя, потому что ты задрал уже для всех. Для меня еще было тяжело научиться с полгода назад говорить людям нет. Верно, потому что сказать нет, это реверсная история, я должен им помочь, им без меня плохо. Это все одна и та же история. Я не могу уже им помогать, я не, Саш, помоги. Я думаю, блядь, надо идти подниматься, надо идти помогать делать. А потом такое, не, ребят, все, хватит, не трогайте меня. И отношение ко мне не поменялось. Они не сказали, что я говно. Они все так же со мной общаются дальше. И еще раз, только что это себе доказали. Теперь понятно, что всего лишь навсего надо вот то, что мы сейчас разобрали. Если вы дадите разрешение, мы сделаем это на канале, и вы сможете переслушивать этот разбор. Да, я согласен. Делайте. Спасибо. Это очень будет полезно. Вы сможете переслушать сейчас рекомендацию. посмотри. Вот единственное, что надо сделать, это вынести осознание вот эту историю маленького мальчика, который должен помогать близким, потому что им без него тяжело, начать видеть, как в реальности этот маленький мальчик продолжает интерпретировать и пытается себя подгонять или говорить все время «да», и начать рассуждать не с позиции старой «им без меня тяжело», а с позиции взрослого мужчины, который четко для себя понимает, где он может, где он не может, где он хочет отдохнуть, где он может помочь, а где он бы не хотел. И уже начинать, как говорится, в ручном режиме управлять этим выбором. что где-то он говорит «ребят, я хочу отдыхать, все». Может быть, им там без меня тяжело. Моим пациентам и моим зрителям, которые в очереди стоят, им тоже, знаете ли, без меня тяжело. Но если помогать им бесконечно, то ты сломаешься, они развернутся, пойдут дальше. Во-первых, я не могу помочь всем бесконечно. Во-вторых, у меня нет такого ресурса по времени. В-третьих, я всем помочь не в состоянии в принципе. В-четвертых, мне это невозможно. Единственное, что я могу, это сделать те программы и те курсы, которые мы сейчас делаем. Сезоны, кейсы. Вот это то, что мы сейчас делали. Это вот то, что может помочь большему количеству людей. Но прыгать выше головы с невротической задачей «я должен всем помочь, потому что им без меня тяжело», это прямой путь к отделению неврозов. Они без меня справятся, они без меня смогут. Философия такая, я постараюсь помочь тем, кому смогу, в том объеме, в котором я могу. При этом я буду сохранять здоровье, адекватность и разумность. И если я кому-то не смог помочь и кто-то разочаровался, мне очень жаль, но я действительно не могу прыгнуть выше головы. Повтори. Я буду помогать там, где могу, буду отдыхать там, где хочу, не буду прыгать там, не буду помогать там, где не могу. И если даже, предположим. Если даже, а я им не помогу и они на меня обидятся, это их личные проблемы. Ну вот здесь здоровый эгоизм уместен. Но в то же время, если я чувствую, что я могу помочь и хочу, я что? Если я могу помочь и хочу, то я помогу в рамках своих сил. Вот. В рамках своих сил. Понятно? Понятно. И это называется неврастение. Если вам хочется по диагностике. Неврастение, я. Да? Спасибо большое, Алексей. Крутой кейс, спасибо тебе огромное. Иван, спасибо большое за то, что вы делаете. Вы мне очень помогли. Опа, стоп. Опять, да? Вы мне очень помогли. Я понял. Но опять же, это слово, вы мне помогли и я тебя поблагодарил. Это опять про помощь. Хорошо, я понял, что я тебе помог. Это прекрасно. Я надеюсь. Но очень многое зависит сейчас от того, как вы после занятия будете выносить эту философию дальше в реальную жизнь. Осознание. Осознание. Хорошо. Я вам порекомендую, пересмотрите потом этот фрагмент. И не раз. Потому что с каждым разом... Например, знаете, Саша, я бы вам что порекомендовал? Мы, если этот ролик когда-нибудь выложим на канал с темой «Я могу быть только когда полезен». Да? Вот. А если... Постарайтесь смотреть этот ролик раз в месяц как минимум. Вот. Возьмите себе за правило. На протяжении будущего полгода смотрите этот ролик раз в полгода. Раз в месяц. Например, каждое первое число вы должны его пересмотреть. он недолгий у нас. И вы увидите, как каждый раз смотря одно и то же вот именно про вас вы будете все больше и больше понимать и осознавать какие-то процессы. И удивитесь, каким вы были сегодня там 19 декабря и как вы будете этот ролик же смотреть 19 марта. Понятно? Примерно понятно непонятно немножко что сказал в конце не так. Ты сказал все правильно это не значит что плохой человек. Я не плохой человек. Я нормальный. Я обычный. Наверное. Я со своими наверное какими-то минусами какими-то своими плюсами. я имею право на существование такое какое я и есть. Даже если вы лежите на лежаке и ничего не делаете. Даже если я бездельничаю и ничего не делаю полезного даже если меня попросили помочь и я все равно сказал что я не поднялся и не пошел помогать потому что мне просто не хочется идти помогать. Да. Вот в вашем случае это будет вам во благо. Но наша задача как вы помните золотая середина. То есть нам нельзя лечь совсем на диван и нам нельзя совсем постоянно бегать по горам. Мы должны полежать побегать полежать побегать разумно понимая свои силы и возможности. Ясно? Ясно. Супер. Спасибо за кейс очень круто. Спасибо. Спасибо. Ну как вам? Очень очень кипец как зашло. Да. Это очень крутой кейс получился. Действительно надо сказать Саше огромное спасибо. Потому что это очень популярный запрос клиентский. И я постарался показать как бы сначала смотрите что я сделал. Да. Я сначала постарался показать что у него нету конкретики. И если вы видели я начинал с того что у него нету обратной связи. Уже здесь можно словить инсайт. Согласны? что мы пытаемся долезть до результата у которого нету точки измерения. Ну нету цифр измерения. Это первый инсайт по этому кейсу. Второй инсайт по этому кейсу это то что есть посыл. Я имею право быть только если. Это второй инсайт. Третий инсайт это как связывается детство и как формулируется такой посыл. Ну и четвертый инсайт это про то что это надо видеть как это в реалии работает с обычной повседневной жизнью с обычными людьми и так далее. Вот вам четыре базовых инсайта которые можно за это короткое время словить только благодаря этому разбору. Еще раз спасибо большое Саше.